Татьяна Полина Алексеевна, аналитическая классификация квадратника и квадратных отображений. Я буду говорить о классической задаче, в кассе ростков голуборных отображений. Эта задача была поставлена по МКРФ в конце 19 века. Ее вариантом является задача о нормализации, то есть приведения ростков, замены координат простейшим гидом. Таким образом, мы развиваем ростки на класс эквивалентности, где два ростка называются эквивалентными, если существуют замены координат и их собрегающие. В зависимости от свойств этой собрегающей замены координат, мы будем говорить об аналитической классификации или о классификации формальной. В конце 19 века МКРФ поставил задачу и исследовал формальную классификацию. Также он исследовал аналитическую линеризацию в нерезонансном случае при выполнении определенного условия. В дальнейшем это условие было названо условием БОНКРФ. Это условие БОНКРФ. Это нерезонансные случаи. Дюлакостные результаты на резонансные случаи. Зигелем была предложена аналитическая линеаризация в нерезонансном случае для голоморфных ростков, для которых не выполняется условие БОНКРФ. Впоследствии эти ростки были названы ростками типа Зигеля при выполнении условия несоизмеримости по Зигелю. Не совсем всего класса линеризонансных ростков, а только тех ростков, для которых выполнило определенные условия несоизмеримости по Зигелю. Рядом и черным брюмонем, и ухо с маркой еще и другие, было условие несоизмеримости по Зигелю уточнено, и аналитическая классификация была дополнена. Впоследствии брюмон был доказан ряд теорем о расходимости формальных рядов вот в этой пустой области. Вот эта область была исследована полностью, здесь область была исследована почти полностью. В резонансном случае в области Зигеля брюмон было доказано несколько тех порходимости формальных рядов и при выполнении достаточно жесткого условия о существовании наркотических нормализующих рядов. В очень частном случае. На этом этапе подход первоначальный себя исчерпал. Подход связал в том, чтобы построить формальную классификацию, исследовать условия сходимости формальных аналитующих рядов. Третий этап – сроки аналитического классификации. На этом этапе он следует черпал. Работа в 1981 году Риталия Воронна был предложен другой путь. А именно, в области резонансных расходов, в области Зигеля, ими был полностью исследован и построена аналитическая классификация расход размерности 1. Чемпионат разный. Параболический. В 1982 году в работах Мартинейра Рисса была дополнена эта ситуация для общего вида резонансных расходов размерности 1. В 1986 году и 1991 году Уеда исследовал фунерные полугиперболические отображения и провел частичную работу, провел частичную нормализацию таких расходов. Общий путь, предложенный Калиевым Воронным, состоит в следующем этапе. Первый шаг – мы проводим предварительную нормализацию. Второй шаг. Если уж не удается построить аналитическую нормализацию в окрестностях, во все окрестностях, включала координат, давайте построим в некоторых окрестностях. То есть разобьем всю окрестностях на сектора и построим аналитически нормализующие образования в каждом из этих секторов. Сектора будут пересекаться. На области пересечения получается, мы строим два нормализующих преобразования. Естественно, образом возникают функции перехода. Эти функции перехода доставляют нам функциональный модуль аналитической классификации. Итак, я попробую проиллюстрировать этот путь на примере полуфитопологического отображения размерности 2, поэтапно пройтись по всему этому плану и санкетировать внимание на том, какие сложности возникают при его реализации. Будем рассматривать росток двумерного галмаркного отображения полуфитопологического один из его муниципликаторов единичный, второй гиперболический, то есть отлично от нуля и единицы. На примере ростка F лямбда, причем вещественную часть лямбда будем считать больше нуля, F лямбда жирная мы будем обозначать класс двумерного отображения формальной эквивалентной к ростку F лямбда. Росток F лямбда мы будем считать нормальной формой. Оказывается, для того, чтобы привести росток класса F лямбда к нормальной форме, достаточно выбирать не формальную нормализующую замену формальную формальную нормализующую замену, а полуформальную нормализующую замену. Полуформальную нормализующую замену, замену, которой ряд является полуформальной формальной переменной с голомотной с другой переменной координатой. Таким образом, если взять от этой замены частичную сумму, то мы уже получим голомотную замену. А значит, мы можем голоморфной заменой координат из исходного ростка получить так называемую предварительно нормальную форму. Невязка, как производитель в нормальной форме, будет иметь следующую светочку – X. Тальнейшую аналитическую нормализацию удобно проводить в невысходных координатах в X, Y, A, O, координатах в C, Z. Координаты будут выбираться таким образом, чтобы формальная нормальная форма, F, L, A, O, O, S, A, O, были сделаны более простым образом. В нашем частном случае формальная нормальная форма новых координатах будет выглядеть как косой Z, 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 A, O, L, Z. Полуформальная нормальная форма, которую мы на предварительном этапе привели наш исходный росток, будет выглядеть как F с волной. и она будет равна f и любое плюс невязкой. Невязкой будет весить, т.е. приближение плюс 2. Нам предстоит второй этап – построить сектора, в которых мы будем решать, и в этих секторах построить экологно-нормализующие замены координат. Если мы построим такие нормализующие замены координат следующего вида «тождественная» плюс «поправка», то эти поправки должны будут удовлетворять двух функциональных уравнений. Мы предлагаем решать эти функциональные уравнения следующим образом. Линиаризуем их и получим так называемые гомологические уравнения. Построим оператор решения гомологических уравнений, исследуем оператор подстановки решения гомологических уравнений, функциональных уравнений. Докажем, что композиция этих операторов является жимающим оператором. Применение теоремы жимающих отображений даст нам решение парофункциональных парагонений. Основные сложности возникали как раз-таки на этапе решения гомологических парагонений. При переходе от естественных координат xy ко координатам xz области оператора поменялись следующим образом. Из прямого произведения дисков мы получили произведение диска на внешность диска. И гомологические уравнения нам стоит решать именно в этой области. Существует абсолютно естественный способ решения гомологических уравнений. Это метод итерации. Суммируемые уравнения мы можем получить две пары решений. Первая пара решений слева и правая пара. Вторая пара решений справа. При применении такого метода возникают две проблемы. первая пара лево с областью определения невязки, функции данной части. При итерации аргументы этой функции должны выходить за область определения. Как мы видим в левом логе lambda с степенью n, то есть вторая переменная. Какое бы начальное значение за это ни взяли, существует n-такой. Таким образом, левый способ решения построения итерации нас уже не устраивает. Вторая проблема. Сходимость рядов. Как мы помним, lambda была выбрана отлично от нуля, и мы выбирали таким, чтобы он был по модулю больше единиц. Тем самым, он влияет на стоимость рядов. Стоимость не получается. Решение второго гомологического уравнения метод итерации получить не можем. С первым гомологическим уравнением все хорошо. Но где получилось его решение? Для того, чтобы решение существовало в некоторых точках КСЗ, все точки слева, по переменной КСЗ, должны входить в нашу область. Таким образом, решение первого гомологического уравнения метод итерации удалось построить вот в такой области, левой области, которая лежит слева от начала татика. В работе у ЕГА 1986-1991 года в КСЗ и построена нормализация головного гомоголизующей замены в такой области. То есть, включительно в такой области. Опять же, при наличии еще одного условия. Удается решить и первое, и второе гомологическое уравнение, вот такой условно его можно назвать левой областью, при условии наличия голоморфного центрального многообразия. Его удается выпрямить и можно считать равным за равным 0. Тогда решение второго гомологического уравнения представляется в виде решения первого. областью. Эта задача у ЕГА была чистой. Нас интересует общий случай. Когда новоморфного центрального многообразия не существует, такой функции не проходит, и приходится решать общую задачу. В итоге задача была решена. Мы построили решение всех, как и первое, и второе гомологическое уравнение в следующих областях. Слева для существования решения нам пришлось левую центральную область обрезать. и она стала всего лишь полуплоскостью, которая лежит слева от начала каждого. Справа для того, чтобы построить решение нам пришлось сужать наши области определения на инвариантные грибы в гамма С. Определение второй координаты, область для трех координат называла естественное ограничение на первую координату. Это ограничение в область следующим образом. То есть у нас получалось решать второе гомологическое уравнение в следующих областях. Вот на этих инвариантных грибах. Они как могли быть? Вот это естественное ограничение, оно могло вот здесь, в зависимости от параметра С, здесь, 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 здесь. Но нас интересует область справа. С левой все хорошо, мы там уже решили. Поэтому мы интересуем параметры С такие, что они стремятся к нему. Значит, эта область отбегается справа. На объединение всех таких инвариантов кривых мы получаем правую секториальную область. На слайдинг ставлена ее проекция на проскость кси. И мое произведение на диск нам дает всю область определения построенных решений. Обратим внимание на то, что решения отличались в верхней и в нижней секториальной области. И раствор вот этой области, в тангенции угла наклонных от этого раствора, мы назначили этот дельт подразделение. Выбор этого дельта не влиял на существование решения, но повлиял на единственность. В каждом из этих четырех строк была доказана теорема о существовании решения гомологического поравнения гомоморфы с хорошей симпатикой. Гомологическое или функциональное? Гомологическое, да, функциональное. То есть функциональное поравнение, да. Сначала гомологическое, потом функциональное. И была доказана диарема о том, что гомологическое отображение, которое является композицией частичной суммы того, которое было при предварительной нормализации, и построено в секторах уже решение функциональных поравнений, является единственным решением в каждом секторе. И вот здесь вот перед доказательством единственности, когда раз пришлось выбрать параметр предыдущего. Также было доказано, что формальное нормализующее поражение является синтетическим для всех гомологов. Для каждого гомологического, для каждого в секторе оно является синтетическим. Второй этап был решен. Третий этап. Области определения построенных гомологов нормализующих преобразований пересекаются. При пересечении получается в такие области. Естественным образом получается функция перехода между этими решениями. В координатах CZ не совсем понятно, что это за функция перехода. Функции T и Tau, которые мы задали, являются первыми интегралами отображения F0. Перейдем к координатам T и Tau. И тогда области определения функций перехода будут выглядеть следующим образом. И в них уже что-то можно сказать о функциях перехода. Они будут выглядеть. Причем, мы говорили о задаче, которая была решена у ЕГО. О существовании галморфного центрального многообразия, при котором можно слева очень хорошо решить второе гомологическое уравнение. Оно существует, когда параметр C равен U. И основным результатом работы является теорема реализации. Если функции, которые были на предыдущем слайде, вот эти функции, обозначить как набор функциональных вариантов растопы, тогда выполняется следующая теорема. Для строго аналитической реализации растопов класса реплянда жирная, необходимым достаточным условием является условие совпадения набора функциональных реализаций. Хватает еще теоремы реализации. О том, что каждый растопы, каждый наход, функция вида МФ, каждый набор МФ, является нам чьим-то набором функциональных вариантов. На рамках 10. То есть, минус заключение. Да. Эта заключительная теорема закончится полную геологическую классификацию растопов полноморфного положения класса реплянда. Теорема реализации будет говорить о том, что для каждого такого набора существует расспорт. Как она докладывалась? Я докладывал. Что должна быть? Ну, я не успел просто во время, которое у меня оставалось, не успел сказать. Поэтому она будет. В работе 6, она должна быть. Не успел сказать, что для каждого объ радия – Кстати, есть вопросы, То есть,ittel天 Moscow Wall Street baked